Загородному летнему отдыху все же быть. Пока органы власти надеются открыть сезон 1 июля, если все будет благополучно по эпидемиологической обстановке. В трех муниципальных лагерях провели основательный ремонт. После дистанционного общения школьники республики с незерпением ждут выезда за город, чтобы посидеть вечером у костра, послушать истории и, наконец, обрести друзей, вполне себе настоящих, не виртуальных. Подготовиться к этому сезону времени было чуть больше, почти на целый месяц. В лагерях Бригантина, Волна, Березка. Провели ремонт на общую сумму более трех миллионов рублей. В целом в лагере уже все готово, вплоть до того, что осталось белье застелить и детей принимать. Но остались маленькие нюансы, то есть где-то уборка территории, где-то, может быть, проверить, там, горят ли лампочки или что-то еще. То есть буквально остались такие мелочи, которые достаточно устранить там в течение двух-трех дней. Лагерь будет сто процентов готов к сезону, к заезду. Главное отличие текущего сезона – соблюдение мер безопасности в связи с коронавирусом. Об этом сегодня говорили на совещании у в Рио главы Чувашии. Мы прекрасно понимаем, что 1 июля у нас никуда коронавирус не денется. Даже если будет темп, как говорится, и снизится количество болеющих этой инфекцией, то, соответственно, особый режим подготовки в плане медицинского обеспечения в детских лагерях, он должен быть осуществлен и сделан. Рекомендации ждут от профильных ведомств. Безусловно, это и соблюдение санитарно-гигиенических норм, это определенное социальное дистанцирование. Те рекомендации, которые мы получим, мы будем внедрять в наших лагерях для того, чтобы отдых был безопасен в первую очередь. Когда откроются летние лагеря, будет решать Роспотребнадзор. А пока любой желающий может зарегистрироваться в бесплатном онлайн-лагере. Это социализация, пускай и онлайн, но ребенок онлайн получает задания и вместе с родителем или сам выполняет в зависимости от возраста, потому что возраст школьника никак и не регламентируется, то есть все по желанию родителей. Создаются чаты в WhatsApp, поэтому можно будет очень интересно, и это интерактив, очень интересно проводить время. Разделены даже смены, уже творческие задания придуманы, поэтому здесь регулируют все опытные педагоги. Александр Соловьев, Игорь Зверев, Республика.